Мог убить 9 человек и даже больше в деле Виталия Манишина появились новые эпизоды. Девушки погибли больше 20 лет назад. И снова коронавирус. В региональном Минздраве рассказали, стоит ли паниковать из-за всплеска заболеваемости ковидом. Новые правила такси. Почему подорожали перевозки? На какие хитрости идут агрегаторы? Жертв могло быть больше. В деле политеховского маньяка появились новые эпизоды. На счету Виталия Манишина может быть как минимум 9 убийств. Об этом сообщает телеграм-канал «База». Ранее было известно о пяти жертвах. Сейчас в деле якобы появилось еще четверо погибших. Одной девушке было 17 лет, другой 21, третьей 26 и еще одной женщине 54 года. Предполагается, что Манишин убил их в то время, когда работал ветврачом, то есть более 20 лет назад. Тела своих жертв мужчина мог спрятать в Калманском районе, там же, где нашли тела битуриенток политеха. Следователи продолжают работать с Манишиным. Не исключено, что 9 убийств еще не конечная цифра в деле предполагаемого маньяка. Случаи нового штамма коронавируса «Пирла» пока не зарегистрированы в Алтайском крае. Накануне стало известно о появлении нового штамма ковида. Однако растет число заболевших омикроном, ОРВИ и гриппом. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения края. Подробнее расскажет Юлия Щепина. В Алтайском крае, как и во многих других регионах России, увеличилось количество заболевших коронавирусом. На сегодня у нас, если регистрировались единичные случаи, до 3, 5, 7 случаев, сегодня мы немножечко подросли. Мы теперь уже вышли за 10 случаев, у нас 11, 12, 18, 20 случаев регистрируются каждый день. Но нового штамма у нас не зарегистрирована. Мы пока из той информации, которую мы имеем от нашего управления Роспотребнадзора, это штамма «Микрон». Около 130 человек получают лечение. Из них чуть больше 30 на стационарном лечении со средней тяжестью заболевания. Пациенты не находятся в отделениях реанимации и на аппаратах ИВЛ, подчеркивает эксперт. С 1 сентября мы считаем, у нас открывается эпидсезон по заболеваемости распространению новой коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ. Я хочу сказать, что у нас заболеваемость новой коронавирусной инфекции почти в 50 раз ниже, чем была в прошлом году. Уровень заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями соответствует средним многолетним показателям. Однако большинство жителей краевой столицы с пониманием относятся к росту заболеваемости и делятся советами, как перенести этот эпидсезон. Я думаю, что теперь так и будут вирусы. Ну, коронавирус, еще какой-то вирус, но я думаю, что они так и будут. Теперь нам надо всегда быть на чеку, стараться себя подготовить к этому. А что для этого делать надо? Ну, чтобы иммунитет повышать, питание, гулять. То есть все. Ну и если понадобится, опять же и маски наденем. Я уже двумя вариантами коронавируса переболел, так что мне как-то тоже пофиг. Я болела всеми коронавирусами уже. Прививка у меня была. Новую прививку не буду ставить. Почему? Ну, потому что я болела после нее, так же, как и все. Переболел, но это было легко. Теперь не чувствую запахов немного. До сих пор? До сих пор. Что касается ограничительных мер, их пока нет. Ограничительные мероприятия в случае устойчивого превышения эпидемического подъема, они вводятся дополнительно. То есть тогда, когда эпидпорог. Если мы в течение четырех недель будем превышать, управление по Алтайскому краю Роспотребнадзору может принять такое решение и вводить как раз ограничительные мероприятия. Но это не надо вспоминать тот локдаун. Масочный режим не так страшно. Страшно пару пропускать. Ограничения дистанционно, неудобно учиться. Применительно. Маски вообще не выношу на лице. Для меня это повышенный рвотный рефлекс. Я страдаю невероятно. Но я их принимаю. Да по мне уж лучше переболеть. Господи, набить собак. Натопить жира и вылечить эту гадость. А пока специалисты призывают получить профилактические прививки против гриппа. Вакцины есть во всех поликлиниках. А вот бесплатной вакцины от ковида в регионе пока что нет. Желающие смогут поставить прививку платно. Половина новых белорусских трамваев уже прибыла в Барнаул. На линию они выйдут, когда придут остальные пять вагонов. Новые единицы транспорта заменят устаревшие модели, которым по 40 лет. Даже по цвету они чем-то напоминают всем знакомые красно-желтые трамваи. Кстати, оттенки для нового транспорта выбрала сама администрация. Сочетание рубинового с черным хорошо вписывается в общий облик города. Среди преимуществ нового трамвая 802Е можно также отметить низкие полы, зарядки для телефонов, кондиционеры, площадки для спуска и подъема на коляске. Десять моделей обошлись региону более чем в 700 миллионов рублей. Изначально все вагоны должны были прийти весной. Однако из-за изменений в мировой экономике сроки поставки перенесли. Также для улучшения инфраструктуры власти края планируют приобрести 65 автобусов, которые закупят на средства казначейского кредита. Их приблизительная стоимость составит 800 миллионов рублей. В Алтайском крае меньше чем за месяц вдвое увеличилось официальное количество таксистов. Такой рост обусловлен введением нового федерального закона, одна из главных целей которого – уменьшить число нелегальных перевозчиков. Кто теперь может пойти работать в службу такси, увеличились ли цены на проезд и какие обходные пути придумали агрегаторы, чтобы не потерять шоферов, выяснял Данил Кузнецов. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, почти треть россиян пользуются такси чаще раза в месяц. Не стал исключением и Алтайский край. Однако с приходом нового закона требования изменились. И рынок черно-желтых услуг стал постепенно трансформироваться. Жители Барнаула уже заметили первые неприятные изменения. Ну вот средний ваш маршрут сколько раньше занимал по деньгам и сейчас? Ну 200, где-то да, рублей 200. Сейчас 250-300. По дорожанию, ну примерно в два раза было, замечал. То есть если в одно время я уехал за 200 рублей, на следующий день уже в ту же точку я уезжаю за 400 рублей. Дольше жду, пока приедет машина и пока найдется заказ куда дольше. На сколько примерно? Ну раньше там минуты за 2-3 я находил уже заказ, сейчас бывает по 7-10 стою и жду. Цена действительно выросла до исторического максимума. Один километр в среднем обойдется в 32,5 рубля. Однако такое подорожание связано в основном со стоимостью автомобилей и топлива. А вот ожидание подачи машины уже отчасти складывается из нового закона. Его основная цель убрать нелегальных перевозчиков с дорог. До 1 сентября деятельность осуществляют только юридические лица, их работники и индивидуальные предприниматели. А с 1 сентября плюсом добавились физические лица с налогом на профессиональный доход, который масса сейчас и составляет большинство поступающих заявлений. Менее чем за месяц официальное количество перевозчиков в регионе увеличилось вдвое, дойдя до отметки в 2000 человек. Теперь за руль нельзя садиться тем, кто не оплатил три штрафа или не погасил судимость по тяжелым уголовным статьям. К тому же перевозчикам необходимо получать специальное ОСАГО, которое обходится в среднем от 40 до 70 тысяч рублей. Если у самозанятого водителя такого договора страхования нет, это является основанием для аннулирования его разрешения на деятельность такси. Помимо этого, закон обязывает самозанятых водителей самостоятельно выписывать себе путевые листы, проходить технические и медицинские осмотры. Они тоже платные. Как кого будут наказывать? Практика будет наработана. То есть пока что непонятно? Ну еще даже месяца, да, снова закона не прошло, поэтому сейчас трудно делать какие-то выводы, прогнозы и смотреть на это. Порядочные таксисты изменений никаких не заметили, зато большие агрегаторы, где в основном таксисты нелегалы, решили подстраховаться. То есть когда человек заказывает, и там кнопочка раньше была, допустим, заказать, а сейчас там нужно, вместо этой кнопочки стоит заключить договор найма. То есть он автоматически заключается, допустим, человек заказал такси, если у таксиста нет разрешения, то это заключается договор найма. Для местных компаний такая система не используется, и новые правила их практически никак не коснулись, так как они работают через диспетчерскую, а все их водители проверены и соответствуют нормам. Кстати, для них закон даже выгоден, ведь теперь клиентов прибавится, так как желающих просто подработать после трудовых будней уменьшится. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. А далее немного чумовых новостей. Барнаульский супермаркет, в котором накануне ввели карантин из-за африканской чумы свиней, работает в штатном режиме. Речь идет о крупной розничной сети. Сам магазин находится на Челюскинцев 71. На днях там начали изымать колбасу, которая, возможно, содержит ДНК африканской чумы свиней. На полке барнаульского магазина колбаса попала из Владимирской области. Губернатор Виктор Томенко ввел указ о необходимости ограничительных мероприятий. В магазине провели дезинфекцию, сняли с продажи подозрительные продукты. Сообщается, что колбасу кремировали. Сегодня покупатели спокойно могут посещать супермаркет. Да и бояться нужно не людям, а свиньям. Ведь данная болезнь представляет опасность только для самих свиней, причем смертельную. Именно поэтому зараженное поголовье полностью уничтожает, чтобы не распространять вирус. А это несет за собой колоссальные экономические потери. В барнаульском дендрарии нашли необычный краснокнижный гриб – мутинус равенеля. Также известный в научном мире как сморчок вонючий. Несложно догадаться, что гриб имеет не самый приятный запах. Фотография сморчка, сделанная в дендрарии, вызвала массу ассоциаций у барнаульцев. Необычный гриб – достаточно редкий гость в лесах, парках, по словам ученых. Употреблять в пищу его нельзя. По этой же причине сморчок не должен находиться вместе со съедобными грибами. Кроме того, специалисты уверяют, что сморчок вонючий, лучше даже не трогать руками. К другим темам. В барнауле рассказали, как проходит реабилитация детей с последствиями пневмонии, черепно-мозговых травм, а также врожденных болезней. За полгода в дневном стационаре детской больницы номер 5 восстановление прошли уже около 200 детей. Ирина Корчагина расскажет, как устроена реабилитация и кто на нее может рассчитывать. Вот так в игровой форме здесь восстанавливаются от не самых приятных вещей. Это может быть снижение иммунитета или нарушение осанки, а может быть и вообще паралитический синдром. Отделение реабилитации в детской больнице номер 5 – единственное в городе, где оказывают помощь в условиях дневного стационара. А оказывают ее здесь по двум профилям. В соматический профиль к нам поступают дети с бронхиальной астмой в стадии ремиссии не менее 6 месяцев, также после перенесенного бронхита, пневмонии и коронавирусной инфекции. В неврологический профиль к нам поступают дети с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, после перенесенных черепно-мозговых травм и с хроническими заболеваниями центральной нервной системы и периферической нервной системы. Стационар рассчитан на 15 мест. В зависимости от диагноза дети проходят курсы массажа, физиолечения, ЛФК и не только. Недавно для реабилитации докупили все необходимое оборудование. Из последнего и по тренажер и медоборудование в процедурный кабинет. На 100% укомплектован штат из невролога, логопеда, физиотерапевта, психолога и не только. Мы ходили сначала с дочкой, с маленькой. Ей три года будет в октябре. А сейчас, в последний день, ходим с Гришей. Изменения в учебе. Он начал диктовать себе, читать лучше стал. Дети с трехмесячного возраста до 17 лет включительно. Дети, как относящиеся к нашей медицинской организации, так и дети, относящиеся к другим, прикрепленным к другим медицинским организациям, должны обратиться к участковому педиатру. И педиатр формирует направление на консультацию к нашему специалисту. Пациенты приходят, и тут команда уже решает, подлежит пациент реабилитации или нет. Курс восстановления рассчитан на 10-12 дней. Добавим, что с февраля этого года лечения здесь прошли уже около 200 детей. Бардовский фестиваль на воде. Звание лучшего повара Ухи – это лишь два события из масштабной программы фестиваля, посвященного Дню туризма, который состоится в Барнауле в эту субботу. Почему этот праздник так привлекает жителей города и гостей, и в чем туристический потенциал Алтайского края – об этом в следующем сюжете. В Алтайский край туристы со всей страны ехали всегда. Бум, по словам экспертов, начался лет 15 назад. А в последние годы наш край и Барнаул становятся все более привлекательными для гостей из других регионов. Привлекает наша настоящесть. Я знаю, что такого слова нет, но очень оно здесь уместно. Продукты. Все любят, конечно, покушать алтайский сыр и увозят отсюда алтайский мед. И вот сейчас как раз сезон облепихи. Привлекает природа, безусловно, привлекает ресурсы экологические, которые у нас есть, привлекает, безусловно, наши возможности в плане оздоровления и медицинского туризма, ну и так далее. Фестиваль, который ко Дню туризма организуют уже второй год подряд, должен еще раз напомнить местным жителям и гостям о том, как и где можно отдохнуть на Алтае. Основная площадка праздника, как и в прошлом году, парк Изумрудный. Девять районов региона готовят для зрителей каждую свою программу и будут рассказывать о своих туристических местах. Свои локации в парке представят и семь музеев края. В фестивале впервые участвуют также национальный парк Салаир и Тегерекский заповедник. И это еще не все. Впервые в Барнауле и в Алтайском крае мы построим сцену на воде и на пруду будет проходить бардовский фестиваль. Также в этом году в парке впервые состоится кулинарный поединок. Десять поваров Алтайского края будут соревноваться за звание народного повара по приготовлению ухи. Приготовят порядка 100 литров ухи. Празднование Дня туризма в Изумрудном начнется в 12 часов и продлится до вечера. В этом году фестиваль пройдет на двух площадках. Организаторы задействуют и улицу Молотобольскую. С нее в субботу стартуют пешеходные экскурсии и квесты по городу. Отпразднуют День туризма и на Бирюзовой Катуне. Эксперты отмечают, интерес к Алтаю растет, поэтому и появился такой фестиваль. Но чтобы туристов становилось еще больше, нужно работать в этом направлении. Конечно, нужно решать вопрос сезонности. Сегодня все-таки фокус внимания гостей смещен на лето. И гости в основном приезжают в летнее время, с мая по конец сентября. Хотелось бы, чтобы вот этой ярко выраженной сезонности не было. И гости полюбили Алтайский край, в том числе и в зимний период, потому что зимой здесь тоже есть что посмотреть. В прошлом году фестиваль туризма в Изумрудном посетили 15 тысяч человек. В этом ждут еще больше гостей. Верят, что и погоды празднику благоволит. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...